В горах Северной Осетии раскинулся второй по величине на Кавказе ледник под названием Караугом. Сегодня мы отправляемся к его подножию, отселение Дзинага, в котором проживает около 150 человек. Отправляясь к леднику, нужно обязательно взять пропуск. Выписав пропуск у местного погрануправления, мы отправились по маленькой, но очень красивой тропинке в сторону ледника. Итак, двигаемся мы вдоль реки под одноименным названием Караугом. По пути нам то и дело приходится преодолевать мелкие ручейки и даже реки, на которых частично имеются переправы. В этот раз нам посчастливилось пройти именно по ним. Но бывает так, что сильные поводки превращают эти речки в бурные потоки, из-за чего меняется русло рек и переправы становятся бесполезны. Углубляясь в ущелье, звук от реки постепенно пропадает и наступает удивительная природная тишина, которая изредка прерывается шелестом листьев и ветром, гонящего воздух сквозь иглы хвойных пород деревьев. Кстати, аромат от которых сопровождает нас почти всю дорогу. Отправляясь на этот маршрут в конце мая, вы безусловно сможете насладиться видом цветущего рододендрона. Здесь его настолько много, что тропа проходит непосредственно по краснокнижному растению. Далее, добравшись до так называемой райской поляны, мы сели на обед. Ведь путь к леднику не такой уж и легкий. В одну сторону мы преодолеваем почти 12 километров, с перепадом высоты в 700 метров. После обеда нас ожидает последний рывок. Тяжелый подъем, после которого нам откроется все великолепие нашего путешествия. Ледник Караугом имеет площадь более 24 квадратных километров. Последние 30 лет он активно тает, отступая вглубь ущелья. Когда природа одаривает нас такими фантастическими видами, мы хотим запечатлеть это на память. Ведь такую красоту даже нам не удается видеть каждый день. Посидев у подножья, мы выполняем последний пункт нашего плана. Это, конечно же, фотосессия. Нам пора уходить. Ну а мы вскоре вновь вернемся сюда. И вы можете сделать это вместе с нами. Будем рады, если вы оцените наш труд и поставите этому видео лайк. Это поможет нам в развитии. Приезжайте в Осетию.